В среднем вы вложили около миллиона. Мы собрали 70 человек. Это единственная ровная цифра в вашем рассказе. 60 способов заработка вот на этом вот помещении. У них более 100 точек по Санкт-Петербургу. Инвесторы, да, в основном они такие, да, Сереж, что нужно делать, сколько нужно денег. За квадратный метр сколько у вас получается? 1800 рублей. Привет, меня зовут Владимир Якушечкин. На своем канале я рассказываю, как создать пассивный доход от 100 тысяч рублей в месяц на субаренде коммерческой недвижимости. И сегодня ты узнаешь, как сделать от 200% годовых и берут ли банки в субаренду. И сейчас мы находимся на одном из таких объектов по адресу Турийская 28, который арендован целиком и сдан в субаренду моими учениками, Семеном и Еленой. Давайте с ними познакомимся. Семен, приветствую. Привет, Владимир. Привет. Ну, расскажите подробнее про объект, что это такое вообще, как работает эта схема и как вы пришли к субаренде. Слушай, ну все по твоим заветам. Классическая история с арендой и с правом субаренды. Помещение больше 100 квадратных метров, 106... 106,9. 106,9 квадратных метров. Было разделено на две части. И у нас сейчас представлены наши субарендаторы. Первый субарендатор – это Совкомбанк. Здесь вот он есть. Второй субарендатор – это у нас туристическое агентство, которое продает путевки для людей, которые проживают здесь с рядышком в этих домах. Сколько платите за аренду этого объекта? 192,420. То есть за квадратный метр? Да, 106,9 квадратных метров. Банк снимает 89 квадратных метров. За квадратный метр сколько у вас получается? 1800 рублей. 1800 за метр? Снимаем. Снимайте. Да, а сдаем... Самое интересное, за сколько сдаем? Банк 2700, тут фирма 2800. То есть в целом у вас какой оборот получается? В целом у нас получается 290 с чем-то тысяч рублей. У нас здесь все неровное. Заранее предупрежу. Тех ребят, которые будут смотреть это видео, у нас неровная квадратура 106,9. У нас неровная ставка, по которой мы снимаем. И неровная сумма, по которой нам платят. Но дельта, разница между суммой, за которую мы снимаем, и суммой, которую нам платят субарендаторы, 96 880 рублей. Тоже неровная. То есть почти 100. Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Здесь имеет место вот как раз тот случай, когда нам очень хотелось получить специфического субарендатора в качестве банка. Банк, ну представляете, банк в субаренду. И мы пошли на уступку банку, снизили нашу вот ту самую дельту за 100 тысяч рублей. Но с другой стороны, мы получили мега стабильного субарендатора, потому что банк съезжает крайне редко. И когда мы разговаривали со специалистом банка, тот, который занимается развитием, у них более 100 точек по Санкт-Петербургу. И за все время они съехали только с двух. То есть стабильность субарендатора уже понимаемая история. А так как банк снимает у нас большую часть нашей квадратуры, более половины, то нам якорного субарендатора очень хотелось получить. Ну, я думаю, что это правильно, потому что здесь мы выбрали стабильность. У нас по финмодели обычно выходит от 100 до 150 тысяч в месяц. Ребят решили немножко подвинуться, всего на 4000 от минимума. Но зато получили надежный банк, который будет долго арендовать и платить вовремя аренду. Ну что, посмотрим помещение внутри. Пойдемте вам покажу. Друзья, всех приветствую. Спасибо большое, что пришли. Для меня это очень важный день, потому что это первый бизнес-завтрак, который мы организовываем командой вообще в моей жизни. И сегодня мы пообщаемся, поделимся опытом, поделимся кейсами. Потому что именно делиться — это та стратегия, которая позволяет расти очень быстро. Двигаться вместе, развиваться, помогать друг другу. Это место выбрано не случайно. Дело в том, что мое первое в жизни публичное выступление состоялось полтора года назад, 2 апреля 2022 года. Именно вот на этой сцене я первый раз вышел с микрофоном вообще в жизни. Я тогда на выступлении рассказал про свою стратегию ребятам из клуба «Вместе». И благодаря его основателю Максиму Васильеву, который является моим наставником, я впервые вышел на сцену, потому что хотел как раз-таки поделиться. Поделиться с ребятами всей стратегии, поделиться кейсами и рассказать, что можно делать так. Можно действительно создавать объекты с такой доходностью, делать себе пассивный доход для того, чтобы большую часть времени проводить с семьей, для того, чтобы заниматься любимым делом. И у нас просто был пассивный доход. И я это рассказал, я очень волновался. Примерно как сейчас, только чуточку побольше. На самом деле было всего человек 20, но каждый из них минут по 5 давал мне обратную связь на всю мою стратегию, на то, что я говорил. И мне было очень приятно слышать благодарность и слышать, что это действительно очень ценная информация. Стас и Антон – партнеры. И они обратились ко мне с просьбой. Они хотели создать объект, но бюджет 12 месяцев покупаемости для них показался слишком большим. И они попросили меня сделать что-то такое, чтобы создать объект самостоятельно. И я передал им знания, информацию, критерии, формулы и так далее. И в итоге они открыли буквально за 3 месяца 2 объекта. Сейчас у них уже 4 объекта. При этом один из них они уже купили в собственность и по этой же стратегии разделили. Так что очень крутой результат. Стас, спасибо тебе. Антон, к сожалению, прийти не смог. Но Стас и его партнер здесь. И они сделали классный результат. Действительно, давайте похлопаем Стасу. Скорее всего, благодаря им я и начал дальше этим заниматься. Дальше начал обучать, делиться знаниями, потому что я увидел классный результат. Увидел крутую обратную связь. И увидел ценность, которую я могу дать прямо сейчас. Для меня это очень важно. Потому что я измеряю вообще свою жизнь, КПД своей эффективности не заработанными деньгами, а как раз благодарностями. Потому что благодарности меня зажигают больше всего. В итоге у вас сейчас объект с честью и прибылью почти 100 тысяч. А как так получилось, что вы к этому пришли и судьба нас ввела? Расскажу историю, как она на самом деле есть. Во-первых, есть первый заход на работу по коммерческой недвижимости. Есть проект в городе Выборге. Это проект апарт-отеля на 11 номеров. Это был первый эксперимент с коммерческой недвижимостью, с полным циклом строительных работ. Это ваш собственный проект? Да. Это был первый опыт. Потом у нас есть опыт работы с бизнесом. То есть классический бизнес в сфере IT и автоматизации бизнес-процессов. Но у него достаточно сложный потенциал роста. То есть он растет медленно, но верно. И мы решили пойти в сторону коммерческой недвижимости. Увидели твой телеграм-канал, ютуб-канал. Было буквально пару видео, после которых я такой, типа, пара. Все, надо делать. Не было супердолгих размышлений о том, стоит ли не стоит. Я буквально пару видео посмотрел. Потом вспомнил свой предыдущий опыт, связанный как раз с объектом с апарт-отелями. И понял, что тема, во-первых, интересная, во-вторых, перспективная, в-третьих, масштаб рынка достаточно большой. И захотелось к этому подойти уже сразу же, как к бизнес-процессу. С сотрудниками, с наймом, с, в общем, вовлечением нас как... В общем, ты сюда, в эту тему, интегрировал свой опыт, свои компетенции, своих сотрудников и свою вот эту вот компанию. И первый поток мы вырвались в обучение. Да, да, да. Мы вырвались, кстати, в первый поток. То есть мы не стали ждать, пока там появятся позитивные отзывы, там уже реальные кейсы и все остальное. Мы решили этот кейс самостоятельно создать. Елена, мой партнер, с суперкрутыми компетенциями в сфере производства. То есть она настраивает, отлаживает процессы поиска объектов, заселения объектов и все остальное. То есть вот мы с партнером и погнали. Сколько занял поиск объекта? Ну, на поиск у нас ушло в районе месяца, может быть, месяца-неделя. То есть мы начали поиски объекта, когда проходили обучение. И к текущему объекту мы подошли где-то за месяц и недельку. А дальше согласование договоров поиска субарендаторов. Это тоже процесс? Сколько времени он занял? Согласование договора заняло около месяца у нас еще. С собственником около месяца. Там было больше 160 правок в договоре. Ух! Он был ведь красный перечеркнутый. Мы не пошли по легкому сценарию с договором. С первым, да, сразу. 25 страниц с мелким шрифтом договора. Да, ну мы согласовались, справились. Получили классные условия. Собственник доволен и мы тоже довольны. Дальше на поиск банка нам потребовалось 2 месяца и 1 неделя. На поиск турфирмы 2 месяца у нас ушло на поиск. Это единственная ровная цифра в вашем рассказе. В вашем кейсе. Да, да, да. В этом месяце у нас шли условия по договору, там, да, согласование различное. Но тоже они, в принципе, вполне себе адекватные эти условия. То есть весь цикл занял примерно около 4 месяцев. Да. Если весь цикл брать, полностью создание объекта. А сколько понадобилось вложить средств, чтобы у вас было 96-808 в месяц? Спасибо. Очень сложный вопрос. Тяжеловато на него отвечать однозначно. Почему? Потому что, опять же, как я и скажу, что мы подходили к этому процессу не как к самостоятельному поиску. Мы не сами выезжали на объект, искали объекты и все такое. То есть вы делегировали больше задачи? Да, да, да. Понятно, что мы пошли через найм. Мы нашли специалиста, который будет это все делать. Мы выдали ему технологию, обучили, адаптировали. Он поездил, поискал. Мы приехали, одобрили проекты и все такое. То есть мы изначально действуем не самостоятельно. Если по-честному, то вот на этот объект мы сейчас приехали третий раз. Мы здесь третий раз. Ну, друзья, ссылка в закрепленном комментарии. Узнаете, куда писать. Лучше вот этих ребят никто не продает мой продукт. Никогда лучше тех, кто отрывает объекты. Вот, поэтому ссылка в закрепленном комментарии. Пожалуйста, пишите. Мы скинем вам дорожную карту по созданию объекта. И еще поможем вам в создании вот такого пассивного дохода. Давайте подприветствуем Сергея Квартальнов. Расскажи про себя. У Сергея есть инвестиционная компания BIN Consulting. BIN Consulting. И сейчас он более подробно расскажет про свой путь, про то, чем занимается. Мы с тобой начали взаимодействие месяца три назад. Сейчас уже сколько объектов? 17 помещений. 4 помещения на стадии заселения. Уже подписаны, уже заселяем. 3 помещения прямо в активной работе. И около 10, 10, 12 помещений ожидают. И все ты делаешь под инвесторов? Да. Сколько уже предоплат? Коммерческая тайна. Ты же знаешь. Ты доволен вообще. Абсолютно. Друзья, всем привет. В первую очередь благодарю Владимира за возможность поделиться своим опытом, своими кейсами, как мы работаем с этим рынком, с этим инструментом. Меня зовут Сергей Квартальнов. У меня инвестиционная компания. И цель компании – это мы работаем с инвесторами по формированию инвестиционного капитала. В основном это недвижимость. Это жилая недвижимость, Дубай, Турция. Там несколько стратегий, земельные участки. И вот коммерческие помещения, коммерческая недвижимость. Мы когда с Володей пообщались первый раз, меня сразу зацепила эта история, потому что я понимаю, что, во-первых, это дополнение моего инструментария в компанию. Во-вторых, я вижу, что эта схема работает. Соединяя этот инструмент, допустим, с какими-то другими, с земельными участками, с жилой недвижкой, еще с чем-то. Они друг друга очень классно дополняют. Инвесторы, в основном, они такие, Сереж, что нужно делать, сколько нужно денег. И поехали. Дальше мы создаем управляющую компанию. Управляющая компания, которая будет всеми этими объектами управлять, так, чтобы инвестор вообще ни за что не парился, скажем так. Взяли четыре объекта. Это было очень интересно, особенно в одном из моментов, где я выцепил просто три помещения. Вот на самом деле те, вот мы сейчас общались за нашим столом, особенно те, кто сейчас находится на стадии подбора помещения или вот общения с собственниками, если вы видите, что помещение хорошее, не надо никого ждать. Вы прям видите, что оно подходит, что там есть трафик. Просто звоните, говорите, я еду, заключаем договор. Я потерял одно помещение, так очень хорошее, а потом я себе на уст намотал, что так делать не надо. И прям вот так вот мне ребята звонят, говорят, есть помещение. Я звоню, говорю, так и так. Они говорят, ну, у нас не одно, у нас там несколько. Вот мы в понедельник подписываем договор, сейчас там приезжают. Я говорю, я сейчас через час приеду, заберу все три. Помещение хорошее, много электричества, удобно делится, в общем, шикарно за, сколько, за полторы тысячи рублей, по-моему, мы его снимаем. Сейчас там ставки где-то, ну, 2 300, 2 200, мы его сможем отдать. Взяв вот эти 46 метров, мы туда сажаем еще двух арендаторов, 2 500, 3 тысячи за метр. Они делают вот эту дельту, да, потому что у меня, как у инвестиционной компании, у меня есть четкий жесткий договор с инвестором. Я говорю, что я обязуюсь создать модель, которая будет нести 100 плюс тысяч рублей. Ну, прям 99 несет, значит, все, мы не выполнили своих обязательств. Ну, как-то вот так вот, наверное. Да, по честноку, сколько мы вложили? Мы вложили в районе миллиона рублей, да? Это единовременно было или поэтапно? Нет, это поэтапно, и это включая затраты, например, на найм-специалиста, затраты на его оплату работы, на его премиальные. То есть это все абсолютно, ну, назову так, типа не классика, да? То есть если бы мы ходили самостоятельно все это дело организовывали, конечно, наши затраты были существенно ниже. Но понимая, что мы изначально хотим это выстроить как бизнес-процесс, не как самостоятельную проработку и наработку объектов, у нас, конечно, другая математика, да? И она заточена под, ну, скажем так, масштабы. И мы ищем не один объект, а мы ищем там 5-10 объектов и так далее. И нам необходимо было отработать эту технологию с этим сотрудником. Ну и, соответственно, конечно, вложиться в это все дело. Ну вот, поэтому можно ли было бы существенно меньше затратить денег на запуск этого объекта? Да, точно, да, если бы это было все самостоятельно. Но при наших целях и задачах это, конечно, другие цифры. Но, допустим, мы отталкиваемся от того, что миллион было вложений. Если брать нашу цифру, вот как раз Дельта 96 880, то фактически получается, что за год эти деньги уже отбиваются. Подытожим. В общем, вы вкладываете миллион с учетом того, что вы еще и делегировали, и не вы это делали, а делали ваши сотрудники. Вы вкладываете миллион в течение, получается, 4 месяцев. Вам субарендаторы сколько-то приносили? Да, конечно. Конечно, субарендаторы заплатили за первый месяц, за последний месяц. И фактического простоя, если про этот вопрос, у нас где-то около полутора месяцев получается. Но объясню, почему где-то. Потому что у банка полтора месяца простоя, а если мы берем турфирму, то там месяц. Поэтому я вот, да, каникулы. Ну, грубо говоря, если мы не будем сейчас в подробности вдаваться, если в целом, в среднем, вы вложили около миллиона. Да, вот возьмем эту сумму для рейтира. Говоря, если хотите, прям в подробностях цифры, я у Семена запрошу, напишите в закрепленном комментарии моей помощницы, я вам скину прям расписанные цифры, что на что ушло. Вообще без проблем. Как вы уже поняли, у нас очень много вот этих вот неровных цифр, за исключением ставки. Вот ставка 1800. Да, там все очень понятно. Запятая, еще копеечки. Давайте, чтобы мои зрители, подписчики, дорогие, любимые, не запутались, мы будем окружать. Значит, миллион вложили, 96 в месяц вынимаете. Да. Вот. И получается, что у вас окупаемость год примерно. Вот возврат инвестиций полностью, чтобы забрать свои, да, там миллион вложили, сколько мы забираем? Мы забираем, ну, 11 в месяц, грубо говоря. Даже не 12, 11 месяцев забрали обратно. Собственник более 20 квадратных метров коммерческой недвижимости, миллиардер, предприниматель, инвестор Вадим Варенцов. Добрый день. Да, Волод, привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень польщен таким представлением. Я к вам с Москвы, прям с поезда, поэтому не успел нарядиться. А как в 27 лет купить здание? Ну как купить здание за миллиард? Да никак. Поэтому, наверное, вам интересно послушать мой путь, как я прошел. Потому что у меня путь, он немножко вообще другой, нежели чем у всех. Я поздно начал, в 43 года. Я до 43 лет был таксистом. Если сейчас здесь в 43 года люди уже богатые, имеют какой-то бизнес, я ездил по Санкт-Петербургу, бомбил, так называется. И когда жизненные передряги меня заставили оглянуться на свою жизнь, куда идти, что делать, и в воле случая я попал в жилищную систему Санкт-Петербурга. Я единственный, наверное, из всех девелоперов, из всех коучей, из всех застройщиков, да, мини. Тот, кто работал в государственной жилищной системе. Кто знает, как выглядят дома Санкт-Петербурга от подвалов до мансард. Я единственный своими руками, вот этими ручками, несколько лет углублял, копал подвалы в центре Санкт-Петербурга. Никто этим не занимался, никто не знает, как строились дома в Санкт-Петербурге, какие технологии применялись в 18 веке. Я все это сам видел, сам выкапывал. Поэтому, ребятки, мой хлебушек, он очень тяжелый. За 15 лет работы в недвижимости, так сказать, я знаю 60 способов заработка, ребят. 60 способов заработка вот на этом вот помещении. Если вы в таком здании, в нежилом, купите себе помещенница на последнем этаже, хоть 20 метров, у вас есть 100% шанс по документам забрать мансарду бесплатно. 500 тысяч метров бесплатно, ребята. У меня работают, ну, больше 10 таких вещей. А самая фишка в том, что пока вы не выкупите у государства первый этаж, вы не платите налог на землю и на недвижимость. И еще мансарду вы не платите, если вы не получите кадастр, а просто сделаете отель. Вы не платите налог на кадастр на мансарду, не платите коммуналку. У вас расходы на помещение зиро. Если вы еще оставите одну чуть-чуть квартирушечку, не будете переводить ее в нежилой фонд, и вы с этими документами перейдете в жилком сервис и заключите договор как на жилое помещение. Оплата коммунальных услуг. Пока государство позволяет это делать в вашем ключе. В нашем случае с Кириллом это не позволит, потому что мы все это сдаем в эксплуатацию. У нас там слаботочка, система пожаротушения, вентиляция, дымоудаление. В общем, я про это не говорю. Я как раз вам вектор показываю, друзья мои, как вам с небольшими деньгами взять и войти в этот флигель. Друзья, я вам рекомендую всегда пользоваться следующей смысловой конструкцией. Если что-то не получается, если какая-то трудность, не нужно никого вокруг винить, не нужно винить себя. Нужно первая мысль в голове прокачивать и говорить, что дело не во мне, не в нем, не в нем. Дело в решениях, которые я еще не принимал. И если мы настроим свой мозг на такие мысли, что дело в решениях, которые мы еще не принимали, мы будем автоматически искать эти решения для того, чтобы получать результат. Кто в теннис играет? Большой. Тренера обучают, знаете-ка, когда мяч летит, я недавний пор начал обучаться, мяч летит, и первое решение самое правильное. Потому что можно справа сыграть, можно слева сыграть. Первое решение сразу правильное. Как думаешь, сколько бы вложений было, если бы вы сами делали, не делегируя? Ой, я думаю, что в районе может быть 300-400, за счет того, что мы чуток поошибались самостоятельно, и за счет того, что у нас вот как раз вот тот самый простой. Вот я думаю, что... 300-400. Да, 300-400, да. Но учитывая, что вы хотите это делать, как более масштабные проекты в Москве и в Питере развиваться... Да, изначально была другая задача. Изначально была задача не самостоятельно искать. И еще я хочу сказать, что у нас уже еще и второй бизнес по автоматизации процессов. Поэтому мы просто физически не могли потратить свое собственное время столько, сколько необходимо было по поиску и по работе с объектом. Но, тем не менее, вы огромные молодцы. Вы достаточно быстро сделали объект. И, блин, заселили банк. Ребята, представляете, банк взял субаренду, эти ребята с ним договорились. Я даже не представляю, какой договор там был у них. И сколько вы его суббитровали. Мне кажется, это очень тяжело было. Кстати, не был банк сложным субарендатором. И с точки зрения переговоров, и с точки зрения договоренностей, и с точки зрения корректировок. Все было прям несложно. Не сложнее, чем с нашими текущими субарендаторами, например, по другим объектам. То есть это тоже очень важный момент. Мы уже можем сравнивать. То есть если изначально нам казалось, что, например, переговоры с этим собственником, собственником объекта были тяжелые, то мы уже понимаем, что они такие уж и тяжелые по сравнению с другими собственниками. Если нам казалось, что банк супертребовательный, то теперь мы понимаем, что банк на самом деле был не самые сложные истории. И мы сейчас уже относимся, как Елена правильно сказала, к этому как к рабочим процессам, сопутствующим этой деятельности. И все решаем. Учитывая, что вы делали проект сразу как бизнес-модель для масштабирования, наверняка у вас уже есть какие-то наработки. И это не один объект, который вы делаете. Поделитесь, пожалуйста, сколько у вас сейчас объектов в работе. У нас сейчас два объекта, в которых мы еще зашли уже. Уже арендовали. Да, арендовали. И один уже заселен на 40%. По второму ведутся еще только начальные работы, заселения. И на подходе у нас еще пять объектов. И по Москве, и по Санкт-Петербургу. Круто. Три Питера, два Москва. Кайф вообще супер. Друзья, присоединяйтесь к нам, создавайте пассивный доход. Пишите по ссылке в закрепленном комментарии. И подписывайтесь на канал, конечно же. Ставьте лайки. Вела сегодня впервые в жизни, именно полноценное мероприятие. Что хочу сказать. Главная ценность здесь была, как и во всем, с чем соприкасается Владимир, это практический опыт, практическое применение. Владимир, организовано было божественно. Это только начало. Всем рекомендую посещать мероприятие от Вова. Мероприятие вообще шикарное. Я первый раз был на бизнес-завтраке. Очень много людей увидел, узнал. Узнал их истории, успеха. Конечно, выступления. Очень много информации, позитива, драйва, как двигаться дальше. Много кто, конечно, поделился своим опытом. И уже этот опыт можно использовать в будущем, в своих объектах, подходах, умениях. Но мне очень понравилось то, что круто вообще Владимир сделал. Всем привет. Меня зовут Александра. И я бизнес-ассистент у Владимира. Итак, сегодня прошло прекрасное мероприятие, которое мы вместе организовали. Что понравилось? Абсолютно все. Были прекрасные спикеры. Владимир, организация, чудесные блюда, гости. Все прекрасно, замечательно. Будем еще организовывать. Приходите. А, друзья мои, вот сейчас был на мероприятии Володи очень интересные спикеры. Но самое главное даже не то, что интересные они спикеры, не то, что они делятся своими, значит, кейсами, лайфхаками по заработку на недвижимости. Это очень круто. А то, что столько единомышленников хотят инвестировать, хотят себя защищать в будущем именно стенами, именно недвижимостью, именно пассивным доходом, вот это является самое крутое. Володя объединил всех в такой большой круг, где все готовы именно подставлять друг другу плечо. Он дает другим людям развиваться, он показал им вектор заработка, он сопровождает их в этом векторе заработка, помогает, подсказывает и вместе зарабатывает. Вот это самое ключевое, то, что человек готов любить других людей. Это самое главное. А деньги, они деньги будут обязательно. У нас люди не любят других, а Володя любит. Он классный парень. Вот это самое главное в нем. Короче, сегодня самый крутой бизнес-завтрак, на котором я вообще когда-либо был. Мы собрали 70 человек. И мне вдвойне приятно, потому что я этот бизнес-завтрак организовывал сам. И впервые вместе с своей командой мы сделали очень крутое мероприятие. У нас выступили крутые спикеры. Выступил Кирилл Кудинов, Вадим Варенцов и я. И мы дали максимальную ценность. И вот до сих пор стоят люди, можешь их подснять, показать. И не могут отсюда уйти, потому что очень интересно. Очень крутое мероприятие. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой телеграм, чтобы узнавать о таких мероприятиях в Санкт-Петербурге и в Москве. Я их часто провожу. Прийти сюда, пообщаться со мной лично. Пообщаться с крутыми экспертами, предпринимателями, инвесторами и миллиардерами, которые тоже бывают на моих мероприятиях. Всех люблю. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok